В программе «Влияние» мы служим благословением для вас, а вы служите благословением для нас. Прежде чем я предоставлю специальных гостей, верю, что это будет благословением, я зачитаю место знаменитое Матфея, глава 1, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Друзья, я поздравляю искренне, делаю это вчера, третьего дня, позавчера, сегодня. Поздравляю искренне с наступающим Новым Годом, с Рождеством Иисуса Христа. Merry Christmas and Happy New Year. А также Христос народился для вас, украинцы, славимо Его. Есть причина для Рождества, есть причина для торжества, есть причина для ликования, для радости. И все это в совокупности, это то, о чем мы будем говорить сегодня. Поэтому, пастор Николай Бугриев, пастор Николай, приветствую. Приветствую, мир вам до умножиться. Поздравляю вас тоже с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и с Новым Годом. Спасибо, что пригласили нас на эту передачу. И, конечно, на эти праздники мы желаем вам все мобильных благословений, счастья, мира, радости, любви, чтобы этот младенец, этот народившийся спаситель мира, чтобы он действительно был в наших сердцах, чтобы не просто это было то, что мы празднуем так внешне, а чтобы действительно для каждого из нас он был спасителем. И чтобы те люди, которые не узнали еще об этом, чтобы они об этом задумались и узнали, и приняли его в свое сердце, потому что с родившимся и воплотившимся Иисусом Христом Богом жизнь просто прекрасна, она просто полна всяких радостей и чудес. Поэтому я желаю всем вам радости и счастья. И, кстати, я добавляю обычно к этому, что дабы он не остался младенцем, лежащим в яслях, пусть он возрастет. Это правильно, когда он возрастает, и, соответственно, мы духовно возрастаем. Хуже, если мы... Вчера наша матушка была в эфире, вы видели. И я говорил, хуже, если мы улю-лю-ля-ля-ля. Вот улю-лю-ля-ля-ля, вот он младенец, он беспомощный, беззащитный. Нет, сегодня он находится в великой славе. Он не просто младенец, улю-лю-ля-ля. Сегодня он бог, богов, царь, царей. Все во всем и все над всем. Поэтому это здорово. Вячеслав Михайлович Свереньков, я искренне рад. Приветствую. 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 Также я очень рад встретиться с вами, Юрий Михайлович. Благодарю за эту возможность не только лично с вами встретиться, но и со всеми телезрителями, которые сегодня смотрят эту передачу. Вы первый раз? Дебют? Это дебют, совершенно верно. Это дебют. Я очень волнуюсь. Нет, нет, нет. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог дал мне силу. Вячеслав Михайлович, мы же знаем друг друга уже много лет. Не менее 20. Это точно, да. Вчера позвонил жене, своей возлюбленной. Да, в Сиатле находится сейчас сегодня. Я говорю, будет Сверенькович Сверенькович, Слав Михайлович. Она говорит, так он же ночевал в нашем доме. Было такое. Да, я говорю, слушай, вот это память. Слушай. И, по-моему, мы также с женой в вас ночевали в Уф-Резно. Возможно, я вспоминаю такое. Поэтому Вячеслав Михайлович на сегодняшний момент возглавляет Тихоокеанское братство братьев-баптистов. Принял это служение у вас, я так понимаю, Николай Алексеевич, да? Да, да. А он принял у меня. А я у него принял. Понял, понял. И вы, кстати, уже переехали в этот престольный град. Уже он переехал, да. Welcome, как говорится, Welcome to the club. Это наше миссионерское служение здесь. Мы оставили благоустроенное жилье во Фрезно. И мы переехали сюда, чтобы служить здесь. Вы возглавляли долгое время один из отделов Фрезно-Пасифик-Университета. Университета во Фрезно. Вот такое дело. Да. И это... Я работал там около 20 лет. И 10 лет последних возглавлял филиал университета. В небольшом городке Вайселье. Слава Господу. Кстати, кстати, только что мне пришло. Разве на ЗБК... Какой у вас был этот на ЗБК? Вы же учились на ЗБК в Москве, нет? Нет. Нет? Я что-то считал, что вы на ЗБК учились, нет? Я думал, что это 12-й где-то набор или... Потому что я в 14-м был. А, у нас сейчас ЗБК здесь не есть. Серьезно? Да. Серьезно? Это было для предыдущего поколения. Не, ну так тогда я вообще старый. Нас тогда туда не пускали. Так я с трудом туда попал. Я знаю. Я с большим трудом попал. И потом моему просвитеру звонит старший просвитер по области. Нашему просвитеру и говорит, слушай, ты проконтролируй, как он мог попасть на ЗБК. Да, да, да. Вне КГБ, говорит, туда нельзя было попасть. А просвитер взял мне и доложил на ухо. Покойный Юхим, наш пастор, говорит, ты представляешь, что на тебя говорит старший просвитер? Кстати, очень интересная информация. Сегодня Московское Богословское Семинарие имеет филиал Сакрамента. Даже так? Да. Вячеслав Михайлович там, кстати, является одним из преподавателей. Вот, Московское Богословское Семинарие. Это очно, заочно, стационарно? Ну, оно как бы... Это, в принципе, система построена один раз в месяц, пятница и вечер, и суббота целый день. То есть, как бы модулями такими проходят занятия. Это трехгодичная программа. Магистр церковного служения. И уже идет второй год. Даже так? Вскоре мы будем иметь выпускников. Так что это то, что начиналось с ЗБК. Понял. Затем оно переросло в Московское Семинарие. Ну, это серьезно. Я очень много слышал насчет этого. Спасибо, Россия, что на Богослове. Да, да, да. Так, поэтому вы проводите эти на базе церкви или здесь у Богословского Семинария? На базе объединения. На базе объединения, я понял. При объединении у нас есть институция служения благовеств. У нас есть различные программы. Бакалавра и начальные программы. А это на уровне магистра МА, Мастер оф Аркс. Вы знаете, чем меня пленит? Я сегодня беседовал с одним из пастырей, служителей известных пятидесятнического движения. Я говорю, у меня в эфире будут прекрасные братья. Два баптисты. Хорошие братья, мои друзья. И знаете, о чем мы говорили? Что настолько открытые сердца у вас к пятидесятникам. Я говорю, по линии калифорнийского, здесь сакраменского, ну, ассоциации этой. И точно таким образом пятидесятники открыты к вам, что говорю, что Вячеслав Михайлович, который принял это служение от Николая Бугриева, это очень правильный человек, говорю. То есть, ну, связи, это уникую, я же бываю во многих штатах, во многих городах я бываю, и в странах, кстати. И когда мне лично пастыря задают вопрос, говорят, это правда, что есть такая ассоциация, и два братства встречаются регулярно, решают какие-то общие вопросы. Каждый месяц славянская интернациональная пастырская садовка встречается каждый третий понедельник. И сейчас, пока временно, я являюсь президентом этой пастырской ассоциации. Разве это не феномен? Это царство Божие настало уже на земле, наверное, да? Я думаю, что это, к сожалению, феномен, но так не должно быть. Не должно быть. Потому что ангелы, даже ангелы в рождественскую ночь о чем они пели? Потому что мир на земле в человеках благоволения, мир на земле даже всем людям, а тем более нам, как верующим, мы должны жить в мире. Несомненно. Не только в сакрамен. Да, не только в сакрамен. Ну, этот феномен только в сакрамен, так, к сожалению. Ну, пока так. Да, да, да. Братья, мы будем говорить о том, все-таки Рождество, вы уже плавно переместились в плоскость Рождества, действительно принес мир. Мир на земле. Мир ли на земле? В человеках благоволение. Благая ли воля, а не собственная ли воля на земле? Слава Вышних Богу. Вышних ли слава Богу, тогда, когда мы видим в этой Богом благословенной стране, Вышних ли слава Богу или что-то другое? Не зависит то, что находится вокруг нас, зависит от того, что находится внутри нас. Если внутри мир, то и вокруг будет мир. Если каждый, мы будем искать мира в своем сердце, внутри у себя мира, то будет мир, и мы относиться ко всем будем мирно. А если внутри зло, ненависть, неприязнь и всякого рода там оскорбления, то будет казаться, что кругом война, кругом убивают, кругом стреляют. Хотя нам новости показывают это в принципе. Это так было, и так происходит. Но, когда мы пугаемся и боимся, Он принес действительный, настоящий мир. Потому что человек, получивший Иисуса Христа в сердце, он имеет мир. Не важно, что происходит вокруг, и не потому, что мы безразличны к тому, что вокруг. Важно, как мы относимся к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому, если у нас в мир и покой, этот мир и покой мы вселяем в сердца других людей, то и у других наступает этот мир. То есть, настоящий мир, подлинный мир, незаменитель. Говорят, что мир там придет. А я говорю, там придет перемирие. Есть мир, а есть перемирие. В чем разница? А это мир. Перемирие для того, чтобы оружие перезарядить и с новой силой ударить. Абсолютно. Но подлинный настоящий мир, наверное, личность Иисуса Христа. Действительно, это местописание часто вызывает вопросы. Как же так? Ангелы вроде предсказывают, что будет мир, а мира как не было. Так и нет. Дело в том, что если вырвать одно местописание, можно, конечно, соблазняться, почему так сказано. Когда же мы все писание рассматриваем, то мы видим, что как раз Господь и не обещает, что будет на земле мир. Наоборот, что здесь мир лежит во зле, мир лежит в постоянной войне. И из-за того, что отступили от Бога, потеряли подлинный мир, о котором только что шла речь, которую они имели в виду. Внутри, вот тут. И поэтому, то есть внешне мира не было и не будет. А вот что этот текст говорит, по крайней мере, как я его воспринимаю, что ангелы обещают, что у нас приходит такой момент, вернее, с приходом Христа на землю, люди получили возможность получить вот этот подлинный внутренний мир, которого они не могли иметь раньше. Даже израильтяне, живя под законом, они не имели внутреннего мира, потому что они всегда ощущали вот эту тяжесть закона на своих плечах. Они знали, что они постоянно где-то нарушаются, согрешают, и они всегда жили под чувством вины, нужно было не приносить жертвы и так далее. А мир теперь мы имеем, полный мир, потому что мы имеем прямой доступ к Богу через Иисуса Христа, через Его кровь, через Его страдания. Вот о каком мире. Хотя, с другой стороны, интересная мысль, тоже, в принципе, подтверждающая то, что сказано. Вы знаете, как по-английски перевод вот этого места звучит? Я знал, но это забыл, да. В английском языке нет запятой. Там звучит так, в человеках, как мы читаем здесь, «Слава вышли к Богу, и на земле мир», и у нас запятая. Да. Дальше, и в человеках, а там запятой нет, и там так читается. И на земле мир, и на земле мир в человеках благоволения, то есть в отдельных людях, не во всех, а в людях благоволения. То есть в божьих людях, у божьих людей будет мир, то, о чем только что Евгейши сказал. А во внешнем мире, как нет, так и не будет этого мира. Понимаю. Поэтому, так ли мы это подходим, или в переводе в английском варианте, смысл тот же самый. Кроме для определенного категории людей. Относительно благой воли, что же, благоволения в человеке. Как мы можем интерпретировать, что за благая воля была дана, божья воля, мы так понимаем, да, была дана человеку. Есть какая-то интерпретация, Николай Алексеевич? Воплощение Бога на земле. Вот это была его воля, нас спасти. Это было его решение, чтобы воплотиться и стать человеком, чтобы быть доступным для каждого из нас. Вот это была воля, воля, что Бог, всесильный, всемогущий Бог, сотворивший всю вселенную, и вдруг он стал человеком. Он воплотился в Марию, и через Марию родился, и стал человеком. Он стал, как вначале вы говорили, маленьким младенцем. Вы вообще представляете, он допустил себе, чтобы он был маленьким младенцем, вот маленький беззащитный младенец. Хотя, я думаю, сон мы ангелов его охраняли, естественно, но он позволил себе быть в таком вот уязвимом положении. Вот в этом была его воля, вот в этом чудо его, потому что действительно это чудо, потому что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Он не родился, он явился во плоти. Явился во плоти. Потому что Бог родиться не мог. Да, и это одно и то же. Для нас он родился, на самом деле он воплотился. И как дети причастны плоти и крови, так же и он воспринял онные, что плоти и кровь. Зачем? Дабы смертью своей лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, силы его лишить. То есть он через то, что он принял человеческое тело, в этом есть величайшее благоволение для нас. Он благоволил к нам, не мы к нему поднялись, а он к нам благоволил спуститься. Это благоволил к тебе прийти президент Соединенных Штатов Америки, соблаговолил заехать к тебе кто-то в гости из высшего начальства. К примеру, вот он благоволение, он благоволил, благоволил спуститься к нам. Он зашел к нам на землю, воплотился и стал человеком. Вот так это благоволение. То есть, благоволи, пожалуйста, посетить мой дом. Понимаю. К примеру, вот это слово, то есть он, величайший бог, он снизошел к нам. И он воплотился и стал человеком, принял человеческую плоть. То есть, в лице Иисуса Христа, будет правильно, наверное, подметить, сочетались две природы, как мы понимаем. Божественная природа и человеческая природа. Абсолютно равные. Абсолютно. Так вот, мой вопрос был. Какая, над чем доминировала? Никакая. Пожалуйста. А ну-ка. Вы знаете, этот вопрос не новый. Не новый, да. Да, да. Много было споров по этому поводу. И говорили половина на половину. 50% Бог, 50% человек. Целые проводили соборы, споры, ереси возникали, всевозможные. Но мы верим, и читая Писание, мы видим Христа, с одной стороны, как стопроцентного человека. Он жил во плоти, которая была подвержена всем ограничениям человеческим. Он жанр ждал, он ждался в отдыхе. Устал. Плакал. Плакал. Эмоции мы все это видим. С другой стороны, мы видим проявление божественности во всей ее силе и полноте. Творил чудеса. Читал мысли людей. Исцелял, воскрешал. Все делал то, что мог делать только Бог. Поэтому вывод, к которому пришли в конечном итоге исследователи Писания, в том, что он был стопроцентный Бог и стопроцентный человек. В нем, это человеческому трудно понять, как это вот стой-стой, получается все равно сто. Но это так. Абсолютный Бог и абсолютный человек. А ну-ка, вот вы два богослова. Два богослова, теолога. Это он богослов. Ну, скажем, скажем, да. Единожды мне был поставлен вопрос. И такая ремарка была сделана. Вот вам легко говорить. Вот вы говорите насчет Иисуса Христа. Знаете ли вы, что ему легче было переносить искушение, чем надо? Нет. Я остановил. Остановил. Говорю, категорически не согласен. Он говорит, почему? И вот моя интерпретация. Вот как вы, на ваш суд, скажем, на ваш суд, ну и по секрету всему свету, также в прямом эфире. Ну, я согласен с тем, что сказал Весна Михайлович. А вот я, я вот, мое толкование, мое толкование, что почему Христу, нашему Господу и Спасителю тяжелее было устоять в искушении, тяжелее. Потому что там, где приходит зачастую к нам искушение в виде каких-то слабостей, в виде каких-то прогрешений, ошибок, зачастую человек не выдерживает. Очень часто. Да, я не говорю о огромных, больших, масштабных грехах, ведущих к смерти, но я говорю даже в мелочах каких-то. Говорю, было ли такое, что ты кого-то осудил, покритиковал, там, кого-то унизил, там, оскорбил, голос поднял, крикнул, говорит, было. Я говорю, а Христу, нашему Господу, надо было идти до конца. Он не имел права, ну, в каком-то смысле этого слова, он не имел права на ошибку. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что весь ад восстал бы в рукоплескании. Смотри, он ошибся, он согрешил, он упал. И ты будешь то же самое. То есть дьявол использовал бы этот момент на протяжении тысячелетий, имея зацепку, что Божий Сын, Иисус Христос, посланник неба, он не смог принести ту миссию, то, что Бог обещал в Старом Завете, он не смог. Поэтому вот смотрите, кому было тяжелее, кому тяжелее по сегодняшнему, или кому тяжелее, ему было идти до конца, не имея права на ошибку и на дьявольскую зацепку, и в мелочах, и в больших. Или нам, когда приходит что-то малейшее, все, тут какой-то ропот, тут какое-то недовольство, тут какое-то подозрение против ближнего, тут какие-то склоки, ну, к стыду нашему. Братья, мой ответ правильный был или нет? Конечно, я согласен с вами, потому что у нас есть, почему мы порой легко, ну, так сказать, не то, что легко, но, в общем-то, допускаем всегда до каких-то таких действий, потому что у нас есть кровь Христов, который защищает нас. Благодаря тому, что Христос в свое время прошел, прожил эту безвешную жизнь. Ведь в чем-то суть, почему то, о чем вы говорите, так важно для Христа. Потому что, если бы он согрешил, о нем что сказали? Был искушен во всем, кроме греха. Поэтому все эти искушения на него враг наводил, пытался его искусить, он устоял, и это дало ему право быть этой жертвой, которая была принесена за грехи всего мира. Если бы он допустил грех, он бы потерял это право. И тогда, все, тогда мы остались бы без надежды. У нас сегодня, да, где-то чуть-чуть ошибся, где-то оступился ко Христу, кровь его умывает, очищает, и нам в этом плане легче. Вы правы, потому что у него была миссия однозначная. Не просто дожить до того времени, когда его распнут на кресте, но дожить так, чтобы на кресте, будучи, он оставался безгрешным и мог принести эту жертву. Понимаю, да. Понимаю. Я бы так не сказал. Скажу честно. Почему? Потому что если мы говорим, что он не имел права на ошибку, то у меня возникает вопрос, как и у многих телезрителей. Имел ли он добрую волю, да? Нет, нет. Которые сейчас нас смотрят и говорят, хорошо, а вы имеете право на ошибку? Хорошо, он не имел права, а мы с вами... По большому счету, наверное, не имеем. По большому. Нет, ну вы же сказали, что мы имеем право на ошибку. Он не имел права, а мы, значит, имеем право на ошибку. Нет, конечно. Ага. Ну, тогда зачем говорить, что он не имел права на ошибку? А я имею, да? А я имею тогда. Ну, в идеале... Я очень извиняюсь. Николай Алексеевич, очень правильно, очень правильно. Я думаю, что телезрители... В идеале, да, в идеале... В идеале, если мы приняли Иисуса Христа, и Христос у нас, мы тоже не имеем права на ошибку. То сделал то, и вот я потому что во плоти. Но, а он так мог сказать, нет? Вот я в 5... Ангел Божий меня в 5.30 сегодня утром, он дал мне, как Петру некогда толкнул в бок, 5.30 так. Так, я открыл глаза, думаю, так, я сейчас встану, так, надо будет помолиться, несколько глав почитать, а потом думаю, это ж только 5.30, ну, все-таки до 6 я еще полежу. Все полежали. Я еще полежу. Ну, это грех не глобальных масштабов, но тем не менее... Это вообще не грех. Ну, нет, нет. А я же знаю, что я должен... Это просто слабость плоти, и все. О, вот, так, видите? Но это не грех. Ну да, Николай Алексеевич, ну, понимаете, никто не говорит, что мы имеем право совершать... Нет, возникает вопрос. А вопрос возникает какой? Мы не имеем права, но реальность такова, что мы... Что Писание говорит? Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, к кому он обращается? К неверующим и к верующим. К нам. К нам. Обманываем самих себя, и истины нет в нас. Да, для этого он разыкается. Если исповедуем грехи наши, то он будет уверен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Абсолютно правильно. То есть, да, теоретически мы не имеем права на ошибки, на грехи, в реальности мы находимся не только во плоти, но мы находимся под атаками дьявола. Ну да, а он не находился под атаками дьявола, да? Он находился. Вдвойне. 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 Еще больше. Еще больше, намного, да. Ну, единственное, в чем можно сказать. Ну, я извиняюсь, может быть, я... Очень правильный вопрос. Ну, единственное, в чем... Выйти на такой уровень, я прошу, выйти на такой уровень, как вы говорите, Господи, помоги, жить в победе. Жить в победе. Всегда в духе ходить. Да. Всегда ходить в полной истине. Да, 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 непросто. Но, тем не менее, все же преодолеваем силой возлюбившего. Вот так Писание говорит. Да. Пожалуйста. Николай Алексеевич Бугриев, пастор. Как название вашей церкви? Рокленд Баптисчерс. Каждое воскресенье. Рокленд. Каждое воскресенье в 10 часов утра. В 10 часов, в 6 часов вечера. Слава Господь. А каждое утро в 7 часов утра. Молитвы проводите. Мы читаем Священное Писание в церкви. Каждое утро, понедельник, вторник, всегда 4-5. Слава Господь. Каждое утро. Это не только в один день. Вячеслав Михайлович. Так что, если кто не успел вечером. Да, кто не успел. Если в 5.30. Приходите. Там что-то получилось, то в 7 часов к нам приходите, мы читаем Слово Божие. Здорово. Сейчас прийти. У вас прям как у корейцев. Вы же знаете феномен корейцев. А вот мы же оттуда и взяли. Я понял. Мы молимся. Только у них в 7, у корейцев в 5. В 5, да. Да, мы чуть позже. Поэтому я говорю, что это не грех. Не грех. То есть не в 5, а в 7. Вот спасибо. Вы меня очень утешили. Вы меня серьезно утешили, потому что совесть моя сегодня. Все-таки я провалялся, извините, до 6.20 и провалялся. Но я иногда просыпаюсь тоже. Бывает. Я не могу встать. Также с нами друзья Вячеслав Михайлович Тверенько. Это председатель Тихоокеанского побережья, баптистского братства здесь на Тихоокеанском побережье. Следующий вопрос. Кроме мира, благоволения, что Рождество Божьего Сына, кроме этого, что еще дало для человека? Вот для зрителя, который с нами сегодня встречается где-то, скажем, в странах СНГ, который, может, впервые думает, ну, таким дал... Они люди религиозные, а я человек нерелигиозный. Видно, оно им что-то там дало, а мне, ну, дало или не дало. Ну, я думаю, место Священного Писания, я сейчас прочитаю. Пожалуйста. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах Его. То есть мы получаем силу, могущество молитвы, которая действует по всему миру. Владычество на раменах Его, Он имеет власть, и эту нам власть дает, что мы можем молиться, и эти молитвы влияют в любой точке земного шара. Ну, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира. То есть вот это все, что мы получаем через родившегося младенца. То есть каждое качество нужно много времени тратить, чтобы объяснить каждое качество. Я затронул только одно. Владычество на Его раменах. То есть рамина – это вот плечи, могущество. Вот там военные, там они думают погоны получить, там звезды получить, там звание, должность. Вот Он нам дает эту силу и могущество. И Он Бог Крепкий, Он сильный, могущественный, чудный. Потом Он Советник, Он нам советует, как принимать решения, советует, как поступать. Чудный то, что Он родился, и Он есть Отец Вечности. То есть если люди думают, что только Вечность, никто толком не может понять. То Он Отец Вечности, и мы через Него понимаем, что это такое Вечность. И естественно, Князь мира, то, о чем с чего мы начали. То есть это настолько универсальная Личность, имеющая в себе букет, ну в хорошем смысле этого слова. Вот это огромное. Я бы хотел обратить внимание еще на одну сторону. Мой любимый стих, касающийся Рождества, это тот, который вы прочитали в начале, Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, налечешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». «Он спасет людей своих от грехов их». Вот именно этот аспект освобождения людей от власти греха. Я на своем жизненном опыте убедился, как сильна эта власть греха. Я уверовал только в 25 лет. Поэтому до 25 лет я жил как человек неверующий, многого достиг в жизни к тому возрасту. Но в то же самое время я видел себя нравственно, недостойным. Я знал, что я не живу такой жизнью, как должно жить. И я как ни пытался измениться, у меня не получалось. Это только вот как сегодня люди многие. Вот с понедельника начну новую жизнь. Я испытал на себе, знаю, что это такое. Только с понедельника до понедельника, но жизнь не менялась. И только с принятием Христа, как своим личным спасителем, когда я уверовал, покаялся, заплатил эту высокую цену, потерял возможность учиться дальше, но я получил свободу от власти греха. И поэтому вот этот стих, когда речь идет о Рождестве, мне немедленно приходит на память именно вот этот стих, что Христос освобождает человека от греха, от зависимости греховной. И сегодня мы знаем, как много людей находятся под различными видами зависимости. Выход, спасение, освобождение настоящее только во Христе. То есть власть, она настолько живуча, власть греха, не просто даже грех, но власть. Что такое власть? Это то, что настолько оккупировало человека от прародителей, что просто так вырваться своими усилиями, своими стараниями, чисто нравственной какой-то составляющей, это практически невозможно. Есть одна единственная составляющая, духовная, которая может освободить от власти греха. Это очень, видно, важный поинт. Потому что человек может успокаивать себя тем, что он более порядочный, что он не грешит особо, больших грехов не делает, женя не изменяет. То есть в миру очень много, даже среди коммунистов было добропорядочных людей очень много. Но вот эта родословная, идущая, эти корни греха от прародителя, она не давала человеку до рождения Иисуса Христа вздохнуть, как мы говорим, широкой грудью. Свободно вздохнуть, сбросить оковы греха, как Писание говорит, и с надеждой, с верой, и с дерзновением, с упованием смотреть в светлое будущее. Вот этого как раз, наверное, и нет в человеке. Вот этого и нет в человеке. Если немножечко ниже посмотреть, это уже головой Матфея, то мы читаем, все девы, ва чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Вот это тоже прекрасное слово «Эммануил». «С нами Бог». Пришествие Христа, Рождество Христа, или воплощение Бога в образ человеческий, это вот это чудо. Бог пришел и стал с нами. Не просто над нами, не просто где-то на высоте небес, но стал частью человеческого общества, стал частью человеческой истории. Это удивительно. То, о чем Николай Алексеевич прочитал, вот эти все качества Христа, они стали проявляться теперь реально в жизни людей через присутствие Христа в нас, через Духа Святого, который в нас живет сегодня. Он и советник, и наставник, и обличитель, и силу дает. Это все стало реальностью. Вот это местописание также очень ярко иллюстрирует, что Рождество означает для людей. Готовы ли мы сегодня поговорить относительно спасет людей своих? Мы говорим чисто о евреях. Кто-то из евреев скажет. Ох, если это для евреев своих, кто такие свои? Свои, которые поверили в Иисуса Христа. Потому что это для всего мира, князь мира, всего мира. Для всего мира, понимаете? Здесь нет определенности. Да, он из евреев. То есть он не с узел и говорит это для евреев. Для всего мира. Понимаю. Ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал. Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий. Да. Ибо так возлюбил кого? Да. Мир. Не только евреев. Какой мир? Весь мир. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, ну что имел? Жизнь вечная. Люди становятся своими через веру во Христа. То есть еврейская нация не имеет права претендовать на исключительность. Они имеют права претендовать. Смотря в чем. Они имеют право претендовать, что он от них. Что Писание они сохранили. Они на это претендуют. И имеют полное право. Они на него имеют полное право в первую очередь. Но монополию иметь на Мессию не имеют. На Мессию не могут. И на спасение. Но на спасение. На спасение. Спасение мы получаем. Раав блудница, которая вошла в общество Господне, она не имела вроде бы права, но она получила. Или Руфь Моавитянка, которая записана в родословной. Вроде не имела права, но она вошла. И это для нас великолепный знак. То есть получаем мы. Мы как лоза привитая. Мы как бы пришли, от них Христос, они сохранили Писание. Благодаря им Писание сохранило. Несомненно. Тора. Несомненно. Писание, благодаря евреям и слава Богу за евреев, которые сохранили и донесли до нас. Это Писание, которое мы безмерно любим. И мы любим их историю, мы любим все их традиции, которые у них были, которые выполняли и Авраама, и Моисея, и Давида, и все родословные. Если мы читаем, как начинается Евангелие, оно начинается с родословия Иисуса Христа. И идет чья родословная? Еврейская. Это родословие сына Давидова, сына Авраама и так далее. То есть идет родословная, и в Евангелии Луки тоже там родословная, еврейская, кстати, идет, она не меняется. Поэтому им благодарность, честь и хвала. Но то, что он дал нам, он дал нам спасение, он дал нам, он захотел и дал, это мы получили через Иисуса Христа. И это наша привилегия, что он нам взял и дал, и мы верим в него. Но и все свои, которые уверовали в него и признали, увидели в нем Мессию, увидели в нем Спасителя, увидели в нем Бога. Вот это свои. А которые не увидели, ну, это не свои. Один еврей пожилого возраста в Сан-Франциско позвонил мне, потому что она смотрит масса евреев в Сан-Франциско через кабельные сети. И говорит, говорит, Юрий Михайлович, я говорю, да, говорит, как такое может быть, что наш сын – это ваш Бог? Я говорю, ага. Да, ну, так сказать, с подделкой. Я не наговорил ваше имя, не называл ваши фамилии, поэтому я не оскорбил, я не заложил вас, скажем, да. Я говорю, ага, в этом-то и ваша проблема, говорю, уважаемый, назвал его по имени и отчеству. Я говорю, в этом-то и ваша проблема и ваша ошибка, что, как вы говорите, ваш сын стал нашим Богом. И говорю, мы приняли, поверили, и таких, как мы, миллионы, сотни миллионов последователей истинного Сына Божия. И он нас признал. Да, и принял нас, да, назвал нас своими. Я говорю, а вы, говорю, и он подумал, говорит, ну, эта тема не для… Я говорю, совершенно верно, не по телефону, но с удовольствием с вами встречусь один на один, и мы готовы углубить дискуссию. Поэтому вот именно, что разве это не причина для торжества сегодня? Для вас, друзья, для ваших семей лично, когда за круглым столом, за семейным столом, вы просто воодушевленно рассказываете, что Господь сделал в вашей личной жизни, какое спасение Он вам принес, что Рождество дало для ваших детей, лично для вас. То есть это так здорово, то есть это величайший из праздников, наряду с Пасхой, как мы говорим, явление Бога на землю, то есть это в ряду может стоять только Пасха, когда Он умер на кресте. Но дело в том, что Пасха, это если бы не было рождения, то не было бы Пасхи. Не было бы и Пасхи, да. Вячеслав Михайлович, вы получаете откровение, мы приходим к завершению уходящего, уже уходящего года, несколько дней осталось буквально, что Господь лично вам говорит. Вот, к чему церковь в последние дни должна готовиться, если должна быть готова к чему-то, или так все будет идти, как по накатанной, все будет хорошо, все будет устроено, Америка поправится бизнесом, экономика поднимется, финансы пойдут. Но по накатанному она уже давно не идет, и еще хуже будет. Дело в том, что мы видим по многим признакам, что исполняется то, о чем Писание говорит, что будет в последнее время, какие явления и в природе, и в людях, и во всех сферах, и мы это воочию видим. И, естественно, наряду с этими всеми такими драматическими событиями будет происходить что? Охлаждение любви. Охлаждение любви. Люди будут более и более удаляться, будут от Бога. И мы его очи видим на наших глазах, когда все более и более безнравственный образ жизни людей, он навязывается другим, как норма жизни, этим бросается вызов Богу. То есть зло, оно пытается утвердиться, и не только безнравственный образ жизни, так же зло, вот то, что мы видим через события, которые происходят сегодня, террористические различные акты, это проявление зла, оно сегодня действует бессовестно так, откровенно и нагло. Это о чем говорит? О том, что на силы добра идет наступление, и силы добра представлены церковью. И если вопрос идет о церкви, то для церкви грядут тяжелые времена. Мы, может быть, мало задумываемся о том, что то, что происходит сегодня в Сирии, Ираке, в тех краях, что церковь Христова там, она переносит сегодня ужасно. В настоящем поражении. В настоящем времени, конечно, сегодня столько жертв, и людей убивают только за то, что они христиане. И секирь башка идет открытым текстом, то есть режут головы и все. Это происходит сегодня, и это набирает больше и больше силу. Если говорить о стране, в которой мы живем, мы с вами здесь живем 25 лет где-то, и на наших глазах произошло изменение. Когда мы приехали, церковь еще была уважаемой организацией, пастора были уважаемые людьми в обществе. Сегодня церковь, мы только слышим критику, мы только слышим различные негативные, о ней высказывания, а пасторах только слышим тогда, когда нужно показать какие-то их ошибки, их несовершенства и так далее. То есть церковь как институт, она перестала оказывать такое большое влияние в обществе, и служители также потеряли это положение, которое они имели. И это явное свидетельство о том, что на церковь, на христианство, в целом идет серьезное наступление со стороны мира. И беда в том, что христианство само по себе в этой стране разделилось на два лагеря. Одни, которые стараются жить по Писанию, исполнять его, другие стараются приспособиться к времени, приспособиться быть политически корректными, толерантными, политически корректными. Это очень такое страшное состояние, когда мы стараемся угодить политикам, угодить во власти в ущерб Писанию. Это, к сожалению, имеет место сегодня среди христианств этой страны. О чем это говорит? О том, что ожидает и христиан в этой стране и трудности, и скорби, и определенные преследования. Так что здесь, так сказать, такого блаженного будущего ожидать не приходится. Как и во всем мире. Поэтому мы вступаем в последнюю фазу существования Церкви здесь на земле. Что это означает для нас? Уныние, отчаяние, скорбь? Нет. Писание говорит, восклоните голову вашу. Когда увидите все это сбывающимся, восклоните голову вашу. Почему? Потому что приблизилось избавление ваше. И мне бы хотелось именно такое слово адресовать всем нашим зрителям, чтобы именно восклонили голову, то есть подняли голову и возрадовались тому, что Господь приближается, что время язычников заканчивается, приближается время пришествия Христа. И еще что к этому хочу добавить сразу же, что не просто наше вот такое радостное состояние, но Господь приближается, а то, чтобы это побуждало нас к труду на ниве Господней активному, и намного более активному, чем это было прежде, к труду, к свидетельству, к благовестию, к призову людей ко Христу. Вот это самая правильная реакция, которая должна быть у нас, у верующих, на ситуацию, которую мы видим. То есть не причина охать и ахать, да? Нет, конечно нет. Ну, Николай Алексеевич, смотрите, можем ли мы оттянуть с ее приближающееся негативное, оттянуть чем? Призвания идут, воззвания идут, возвысить голос за одного кандидата, за другого, следующий год, особый год даже для Америки, как мы говорим, или не оттянем период, или это уже наклонная пошла. Потому что идет сейчас с различных амвонов, что если мы этого изберем, а не эту изберем, будет вот чуть лучше. То есть, если Бог дал определение, наверное, это как закон Медяны Персов состоится, или оттянем? Провоцирую вопрос, нет? Нет, мне очень нравится этот вопрос, но я на него отвечать не буду, я отвечу немножко по-другому. А ну-ка. Я немножко отвечу по-другому, потому что я хочу сказать, Юрий Михайлович, у вас вообще, ну вот, к примеру, вас или вас, или меня. К примеру, меня, что вообще интересует? Кого изберут, или мое личное состояние? Смогу ли я завтра жить, или нет? Несомненно, я все-таки более склонен думать о своем. О своем. Да. Каждый о своем. Вот я хотел бы для телезрителей, я полностью поддерживаю вашу точку зрения, это общие картины. Иисус Михайлович больше так он, ну, сведущий в этих вопросах. Я бы хотел напомнить один момент. Момент о море, это латинское выражение. И вот оно присовокупляется к месту Священного Писания. И так, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавые. Итак, будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не будьте, да, не будьте. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Слово момент о море, это выражение, латинское выражение, помни, что ты человек смертный. Помни, что ты умрешь. Откуда оно взялось? Римские полководцы ездили по всему миру и захватывали многие страны и побеждали во многих странах и делали захватывательские войны и знаете, что они иерусалимцы. Расширяли империю. Расширяли свою империю. Римская империя была очень мощная, такая сильная армия. Вот полководец возвращается и вот он... На белом коне. На белом коне со Средиземного моря. Вячеслав Михайлович был там, я там был там, вот по этой дороге. И вот они идут к Риму. И вот ему стилают цветами там, коврами дорогу и бокалы вина там, и венок ему такой дают. А сзади идет раб. Идет раб, одетый как все. И регулярно ему шепчет в момент о море. Помни, что ты умрешь. Ты не думай, что это слава, которой ты пользуешься, она у тебя будет всегда. Помни, что ты человек смертный. Я бы хотел, чтобы вот при всей этой ситуации, при всем том, что когда мы смотрим все эти новости, в ужас мы приходим. У нас волосы дымом поднимаются. Потому что, ужас, войны. Эти президенты дерутся между собой, кандидаты в президенты. Они там дерутся, они выбираются за того, за того. Мы не знаем, что делать. Куда нам время наше уходит? Совершенно верно. Мы недолговечны. Мое время уходит. Зачем мне там думать за президента, если... Я вот сидею. Да, да, совершенно верно. У меня волосы высыпаются. Не у него. Я не знаю, у него высыпаются, он президентом хочет быть. Там это, тот или тот. Я не знаю. У меня. То есть, каждому из нас, сейчас Новый год, я хотел бы сказать, что каждому из нас дано определенное время. Насколько мы приняли Иисуса Христа, насколько мы в Нем живем, насколько правильно мы считаем наши минуты, наши года, которые уходят невероятно быстро. Каждый, если посмотрит на себя в зеркало, в ужас приходит. Я в том числе первый. Потому что, ну, вообще, кто там такой в зеркале? Ну, вы еще нормально выглядите. Вы так не скорбите чрезмерно. Так раз я так выглядел 40 лет назад. Ну, несомненно. А 40-50 лет назад, когда были? Вчера. Вчера были. Вот это я хотел бы, чтобы мы каждый подумали, что при всей этом страхе, при гонении на церковь, на церковь, когда было гонение, до 400, до 385 какого-то года там, было гонение. Две трети мира были христианизированы. Точно. Гонения прекратились. Чем больше нас будут гнать и преследовать, тем сильнее церковь будет увеличиваться. В количестве. Я был в Китае на миссионерские поездки. Каждая церковь растет за год в два раза. Каждая. Это невероятно быстро. Что делается в Африке, вы знаете, в Бразилии сегодня что делается. То есть, вот этих мусульманских странах, я с вами, мы вели передачу, когда я с Турции приехал. Люди нуждаются сегодня во Христе. Христос является им через сон. Но христиане туда не хотят ехать. Пару с человек всего, миссионеров. Да, им пришлось. Бог миллион арабов перекинул в Европу. Бог. Они и сами пришли. Да, кто-то скажет, они сами пришли. Чтобы христиане их евангелизировали. Конечно. А сколько в России, в Москве, с Таджикистана, с Казахстана, с Узбекистана, евангелизируйте, проповедуйте, говорите о Христе. Последнее время. Не смотрите на политику, не смотрите, что будет, гонение, не гонение. Оно будет, 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 не будет, не будет. Как будет, так и будет. Меня это уже вообще мало интересует, как говорится. Потому что мой возраст уже позволяет мне смело говорить, а не важно, как будет. Важно, как я считаю свои минуты и как много я распространяю весть о родившихся спасителей. И людям даю возможность, чтобы они подумали, сколько вы будете жить на этой земле? Сколько у вас будет возможности принять Христа или не принять? Вот мне главное, что, понимаете? Сколько у меня времени осталось, чтобы я исправил себя? Можете ли вы, Николай Алексеевич, или может вы, Вячеслав Михайлович, можете ли вы сказать или занять свое время и сказать, Юрий Михайлович, я сэкономил в этом месяце 10 часов, оно у меня сэкономлено. Нельзя. Дам тебе своих 10, если у тебя не хватает. Давайте вернемся на 45 минут назад. А я там что-то сказал не так. Можем мы. Не можем. То есть вы занять не можете, да? Не могу вам занять, и вы мне не можете занять. И мы его теряем время, и часто теряем безрассудно, размышляя о политике. Вместо того, чтобы инвестировать куда-то. О! Вместо того, чтобы это время вкладывать в небеса. Да, да. В небесную жизнь. Мы его теряем. Мы теряем дома, мы расстраиваемся. Мы теряем машины, мы расстраиваемся. Мы теряем деньги, мы расстраиваемся. Мы теряем время. И не расстраиваемся. И не расстраиваемся. К стыду. К стыду нашему. Да, да, да. А потом, когда мы просыпаемся на больничной койке, где-то 80 лет, и мы говорим, говорит, помолитесь за меня, чтобы мне в Дом Божий пойти. А когда тебе было 20 лет, почему ты в Дом Божий не шла? Почитай мне, внучек, Библию. Чего тебе сегодня читать ее? Читать надо было, когда сам умел читать. И запоминать. Понимаете или нет? А тогда нам некогда было. Тогда мы время теряли. Вот в преддверии Нового года я хотел бы, чтобы каждый, смотрясь эту передачу, подумал, как каждый из нас, как я, как он, как вы, как мы распоряжаемся тем временем, которое Бог всем нам дал. Одинаково. Одинаково. 24 часа. Одинаково. 7 дней в неделю. 7 дней в неделю. 24 часа. И все, вот он нам дал. И как мы этим распоряжаемся? Читаем ли мы Библию? Молимся ли мы? Или мы спорим, ругаемся, там, смотрим. Сын приходит, мои друзья, сын приходит домой, мама сидит, телевизор смотрит. Он говорит, мам, что ты делаешь? Телевизор смотрю. Мама, Библию почитай. Больше пользы будет. Мне сын звонит, говорит, пап, я послание к римлянам прочитал за 2 часа. Я говорю, ну хорошо, молодец, умница. Да нет, говорит, я столько фильмов посмотрел, 2 часа смотрел, в пустую время тратил. А это я за это время вместо кино Библию почитал. О, победа, понимаете или нет? Вот она сила, куда мы тратим это время, куда мы посвящаем. Вот в преддверии 2016 года я хотел, чтобы каждый задумался, куда я вкладываюсь в это время. Мне будет дано время, сколько, не знаю. Сколько мы в 2016 году будем жить, никто не знает. Никто не знает. Но каждую минуту, каждую секунду надо беречь. Чтобы, когда придет рубеж, чтобы мы не кричали, о, жизнь, повторись. Я бы по-другому пошел в жизни пути. Да, а не надо. А не надо. Не надо. Надо сейчас думать, когда я могу. Не думаете ли вы, братья, что Бог поставил вас сегодня на эту программу, и меня вместе с вами, с тем, чтобы это было набатом. Все-таки, что в приоритетах своих, в приоритетах очень важно самое основное выбрать. Из всего, из суеты, из суматохи, из разнообразия, разномыслия, в приоритетах поставить одно. Угодить Господу, служить Господу, дорожить временем, потому что, как вы читали, дни лукавые. Потому что Бог оставил небо, престол оставил. Время потратил, пришел сюда, чтобы мы имели спасение. Да, да, да. Он, он... Кстати, ценил каждую... Каждую секунду. Каждую секунду. Вот мое время близко. Эй, меня сейчас будут казнить, меня сейчас будут арестовывать. Он каждую минуту правильно поступал. Пожалуйста. Беснотану. Я вполне поддерживаю вас. Это, в принципе, это мое кредо жизненное. Именно приоритеты, важность, чтобы были приоритеты, правильно выстроены в жизни. Это справедливо в каждом дне, а начинается с каждого дня. Как начинается наш день, что в каждом дне мы считаем основным, что мы хотим достичь. И так в целом во всей жизни. Всегда я вас знал человека очень организованного и дисциплинированного. Ну, они должны сейчас быть таким. Я прошу прощения, продолжайте мысль. Продолжайте мысль. Поэтому тема приоритетов, тема того, что главное, что второстепенно, тема целеустремленности в жизни, это всегда было, в принципе, с юности для меня очень важным вопросом. Что интересно, в общем-то, вот эта черта моего характера, она и привела, конечно, и меня к обращению к Богу. Это вот тоже, если говорить, с чего мы начали, что означает Рождество, что оно принесло. Так вот, Рождество принесло смысл жизни человеческой здесь на земле. Смысл. Смысл. Без Рождества, без вечной жизни смысл, смысла нет. Теряется. Я пришел к этому выводу. Я, как я сказал, что к 25 годам я достиг очень многого в этом обществе. У меня было высшее образование, я преподавал, я достигал скандидатской степени. И, казалось бы, столько достигнуто, но чем выше я поднимался по этой лестнице, тем больше я понимал, насколько это все бессмысленно. Я думал о том, ну, скажем, хорошо, проживу 70 лет, умру, кому все это нужно? Зачем я такие трачусь усилия? Никому. Никому. Вот это я потом в могилу положили все. Нет смысла. И это заставило меня искать смысл в жизни. И в конечном итоге привел Господь меня к Библии. Я начал читать Библию и здесь обвел смысл. Так вот, именно рождение Христа, оно дало каждому человеку, если он пожелает, обрести полноценную, осмысленную жизнь здесь, на земле. И мое пожелание, естественно, каждый от сердца говорит, что мое пожелание, чтобы люди вели целеустремленную жизнь на столь пающем году, и чтобы целью был Господь и служение Ему. Почему люди говорят, что я хочу пожить здесь так, как я хочу, в свое удовольствие, то есть использовать и забрать у жизни все, что я хочу, очень многие, особенно в Украине, когда мы бываем, вы бываете где-то на миссионерских полях, кто его знает, как там оно будет, чего оно не будет. Да, это так говорят, пока здоровые, крепкие, пока не болеют. Для этого нужно сходить в больницу и посмотреть. Или на кладбище. Или на кладбище. Ну, на кладбище мало влияет, а в больнице лучше влияет. И когда пройдет, или в морг можно сходить. Вот, я бывал в морге много раз. Вот, когда заходишь туда, ты по-другому думаешь, что за так человек не думает. Или когда человек видит живую смерть. Ну, как живую смерть? Он видит, когда человек умирает. И думает, так просто. Можно взять и задохнуться. Можно просто выйти, и машина сбила, и все. Это он так говорит, пока крепкий. У меня такой сосед был, тоже так говорил. Я потом кричал, сынок, помолись за меня. Помолись, у меня ноги в огне горят. А я хотел ему сказать, а ты же говорил, что ты сам Бог. Да, да. Хочешь пожить. А уже забыл. А потом уже они ничего не помнят. Понимаете? Поэтому благослови нас Господь. Я хочу сказать, что самая высокая власть на земле принадлежит времени. Бог нам дал время, чтобы мы покаялись. Точно. Вот самая высокая власть. Поэтому нужно спешить, покаяться. Спешить, попросить у Бога прощения. Можно повременить с приобретением очередного дома, очередного машины, образования. Можно даже с этим повременить. С чем угодно. С инвестициями. Но только не с этим. Потому что там самая большая власть. Бог дал каждому свое время. И не сказал, когда оно кончится. Я проповедовал, и я демонстрировал, как Бог дал время и забирает время. Я такую демонстрацию провел. Написано, я дал ей время. Бог дает время. Вот Бог дал время. И там в откровении написано, видел ангела, летящего по ней, громким голосом, что времени уже что? Не будет. Бог дал время и Бог забрал время. Время Он дал для меня, для человека. Он хозяин времени. Он хозяин времени. Он надвремени. Последний ход за тобой. У нас прекрасно было время. Сегодня, друзья, я знаю, что сегодня время не прошло. Вот этот час, который вы с нами провели, он не бесследно пройдет для вас. Многие из вас задумаются. Мы снова хотим благословить вас, пожелать и в уходящем переосмыслить. Возможно, покаяться. А в новом, по-новому, он может дать новые обеты, если хотите. Может, новое желание пусть у вас появится от Господа. И мы благословляем на это. Служить Богу по-особому. Как будто он завтра придет или ночью за мной придет. Вот такая готовность. Номер один должно быть у нас. Я благодарю сердечный пастырь. Спасибо служителей. Слово было вовремя. Слово было от Господа. Слово было в духе. И слово было мудрое. Благослови вас, Господь, всех. Мы будем встречаться. Кстати, пообещайте, что не последнее. Все. Если Бог даст жизнь. Если Бог даст жизнь. Очень интересно с вами общаться. Беседа была назидательна, непринужденно. И главное, что цель достигнута. Услышали. Мы говорили, мы беседовали, а вы услышали. Помните, Иисус Христос любит вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». И будьте благословенны. Благословен. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Продолжение следует...